Приветствую всех, кто смотрит. Это код, это Attila Total War. Легендарный уровень сложности. За фракцию данный, без поражений и в полстэка. Захватан рима Константинов. Если фона я опять накосячил, я, блин, сразу после того, как закончил прошлую серию, закрыл игру. И забыл то, что вот эта херня не сохранится у меня. Потому что сохранение, оно идет там, после того, как вы конец хода нажали, здесь так, сохранение. И, в общем, просто моя дочь вот это вот потеряла все гребанное влияние. Ну, не все влияние, а часть влияния потеряла, а свадьба не сохранилась. Поэтому мне сейчас придется еще влияние тратить. Благо у нее и вот дохрена. Поэтому я думаю, что на следующий ход все это сложится и как бы проблем не будет. Такая вот хрень постоянная с назначениями, со всей фигней. Поэтому мне неоднократно писали, что типа ты нажимай конец хода, потом нажимай Escape и выходи из игры. И типа сохранение будет, да? Вот, но я постоянно про это забываю. И вот эта вот хрень у меня была, блин, когда я проходил за этих, за антов там и так далее. Я просто выхожу из игры, потом, блядь, все назначения, короче, в попе. В общем, сношу я дом вождя и перестраиваю торп. Также я не знаю. У нас связанные кровью. Это Дагейт, кстати, он из низов. У него общественный порядок плюс один, это провинция. Отлично. Стоимость найма своей армии повышаю. Конечно. Снабжение это скорость восстановления. Давай военную подготовку я, наверное, поставлю. Вот. Пускай качаются. Франки решили не нападать. Они где-то здесь непонятно. А, вот они где. Окей. Ваше дело. Вы, кстати, против какой-нибудь воюете, Франки? Ну да, против Западной Римской империи. Ну, вот туда и идите. Блин. Маркоманы напали на Венедов. Да, в прошлой серии я успел зацепить. Короче, захватили они Германа с Арматию, Дуну. Теперь я вообще ни с кем торговать не могу. Да. И ставил я, по-моему, вот сюда, на царскую свиту. Да. Да, чтобы зал старейшим изобретать. Сюда я оставил. Так. Перестройку я назначил. Торп 9, сука, ходов. Охренеть. Переселение. Рост плюс 10 идет. На следующий ход восстание. Ну, это как бы ничего. Переживем. Наоборот, даже хорошо. Я своего хумбли хочу подкачать, чтобы он, наконец-то, уже на Майордуму. Прыгнул. Что я атаковал Франков Рагнером, кстати, Рагнер. Ты можешь на Судью прыгнуть. И Ингемар тоже, кстати, я про тебя совсем забыл. На Судью. Асбьерн. Аликур. По-прежнему они слишком дохлые для того, чтобы прыгнуть на дружинника. Это вообще странно, потому что Асбьерн как бы это... Победил. Все-таки в битве. Должен был получить влияние и все такое. На следующий ход я, наверное, переселение поменяю. Хотя я уже деньги потратил, поэтому, наверное, пофиг уже. Мне же деньги не заберут еще, правильно? Поэтому давай-ка я поставлю религиозное влияние для германского язычества. Нет смысла ставить на рост, потому что у меня дикий штраф идет по росту из-за того, что у меня население недовольно. Минус 8%, поэтому это все фигня. Сначала надо восстановить порядок, потом уже идти в рост. Вот. И порядок я буду восстанавливать, в том числе с помощью религии. Сейчас появятся здесь эти мятежники. Их сразу разобью. Я не буду ждать, пока там они подрастут и дадут мне больше порядка. Кстати, свебы, здрасте. Не хотят они торговать. Единственное, с кем я могу торговать, это со свебами. Они захватили лудунскую галлию, да? Интересно, кстати, каким образом я с ними могу торговать. А, они бурдегалу взяли, надо же. И они не хотят. С кем они торгуют? С квадами, что ли? Да нифига себе, это через как вообще? Короче говоря, по-моему, я римлян даже воевать не буду. Там кто-то уже хозяйничает, наверное, в Италии. Но вот с кем я точно повоюю? Вот железобетонно, это с ассанидами и с их гриф-панварами. А остальных, если зацеплю краешком. Ну, по крайней мере, я заберу, кто там сейчас в Риме хозяйничает. Поехали. Восстание Верхней Британии, да ты чё? Карьерный вопрос. Так. Так. Иди. А что, Рагнер? Указ. Браг. Наконец-то. Должность получена. У меня немножко контроль снизился, да? Да пофиг, достойная власть это вполне меня устраивает. Хм. Да, всё нормально. Всё назначено. Он у нас губер теперь. Авторитет у него, кстати говоря. Вождь. Да, это хорошо для общественного порядка. Всё прекрасно. И... Мне нужно, чтобы Хумбли опыт получил. Квитенны. Ни хера себе, блин. А дальше ты не мог убежать, не? Через реку. Там вообще... Ой! Блин. Нисклик. Так, давай. Сейчас мы его завтра расчётим. С мятежниками. Да ёптать. С мятежниками ещё, блин, разбираться. Чё-то так. Это что такое? Анагар можно отхватить, кстати говоря. И... Ну чё, хорошо на второсчёте... Ой, на второсчёте. На полстэка играть. То, что анагар всегда есть куда положить. Карманы-то полупустые. Ну-ка. Да, мне дали анагар. О-о-о. Анагар я вручу торжественно своему королю, так сказать. Преподнесу. Гляди, чё принёс. Оп. Вот так. Отличненько. Анагар у нас. По 202 монеты. Это ещё дешевле, чем кельтские наёмники, да. На 30 рублей. И... Хумля получает уровень. Шестой. Теперь его можно на майордом оставить. Единственный вопрос... Чё бы ему включить. Сплочённость подчинённые войска. У него сплочённость и жопа ешь. Защита в ближнем бою. А, не могу я. Из-за вот этой фигни. Был припасы для стрелков и метателей. Это ерунда полная. Общественный порядок. Эта провинция тоже фигня. Усиление натиска. Стоимость найма. Ерунда. Это всё. Атака в ближнем бою. Вот это я возьму обязательно. И для канин. Ещё. Это мне хорошо. У меня армии все получают не получают повреждений в снегах, потому что все прокачаны до воедели севера. Да, вообще все три армии до воедели севера прокачаны. Класс. Камулобин у меня идёт постройка. Здесь, кстати, ставим колодец. У меня, конечно, много здесь санитарии. Подожди, а почему ноль санитарии? У меня же здесь чисто любимый чиновник у этого. Нифига себе, блин. Это получается, что у меня, несмотря на то, что у меня санитария 7, уровень загрязнения тоже 7. Охренеть. А, я понял. У меня плохая зима. Ну, отлично. Значит, чисто любимый чиновник помогает. А здесь тоже плохая зима? Нет, здесь нормальная зима. Здесь, кстати, построился сутерн. У меня теперь пищи 43 в сканзе. И вполне хватает. Вот. У меня, кстати, налоги, как вы помните, до сих пор максимальные. восемь ходов. Восемь ходов. Ну, ничего, ничего. На следующий ход будем брать ландини, я думаю. Кстати, что у меня по... это войско я не буду создавать. Религия. Поехали дальше. Ой-ой, восстание неминуемо. Блин, я вспомнил, что я майор дома должен был назначить. Что я тороплюсь? Куда я тороплюсь? Кто меня гонит? Майор дома надо было назначить. Судья прекрасненько Ингемарна. Судье этот сам занял, блин, а Сберн не может, да? Ой. Верните меня обратно. И... И где Франки? Они все тут тусят. Алиманы, 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 охренеть. Охренеть. Заброшено, заброшено. Свебы. Саксы. Свебы. Испания. Калейдонцы. Калейдон... Британия. А где Западно-Ремеская империя? А? Наверное, на островах где-нибудь. Печаль вообще. Тоска. Нападение на отряд. Так, снабжение, нападение. Нормально. О, а что у тебя там за штука? Обзор на карте компании. Ага. Соглядатая с собой таскает. Ну, что я могу сказать? Чертог вождя надо сносить. Потихоньку. Пока рано. Еще 500 рублей и 10 порядка. В принципе, у меня нету дохода для того, чтобы налоги снизить. быстро перескочить с чертога вождя на ремесло я не могу. Потому что слечу по доходам. У меня не такой большой запас. Сейчас на следующий ход. Видимо, мне придется сейчас еще разобраться с восстанием очередным. Вот. Наверное, лотар будет делать. Блин, хотя не хочу я анагар терять. Поэтому, наверное, не лотар все-таки. А потом уже на следующий ход проведем атаку на Лондинии, в котором, кстати, что? Первого уровня замок, да, отстой. Большой зал позволяет... Ух ты, нифига, серьезно. Большой зал это офигенно. Как раз постройка, которая мне нужна. Отлично вообще. Стадо скота прекрасненько. Плавильня железа. Ну, вообще, вот все ровненько так, как мне надо. Единственное, что... Общественный порядок загрязнения плюс два. Ну, нормально. У меня с чисто любимым чиновником я могу это пережить. В принципе, очень хорошие... Очень хорошие постройки. Да, тут... Знаете что, я могу атаковать на этот ход какого черта, в конце концов. Да, у меня чуть-чуть покоцанный анагар, ну и че. Ну и че. Берем с собой РККА. Мне этого хватит за глаза. Верный Одину заходит к Амулодуну, и я думаю, что он разберется с мятежниками запросто. Я это проведу сам, а то боюсь потерять анагар. У них я че-то не вижу стрелков вообще. Ну вот здесь, наверное, стрелки сейчас посмотрим. Давай, показывай, че там у нас. Показывай, давай, цыск. Не, это конина. То есть собаки, наверное, вряд ли мне помогут. Ну, в принципе, я их, наверное, все равно спущу. А че они? Кого-нибудь, кого-нибудь да убьют. У меня же пикинеры покоцанные были. Умерли, точнее. Тан-та-тан-та-тан. Как тут лучше воевать? Тут пандуса нет, случайно? Нет. Тут есть вот такой вот вообще ворота халявные. Ладно, давай, это все лирика. Откуда идут мои ребята? Вот отсюда, да? Отлично. Значит, я... Ааа, да ладно. Тут река. А где? Брод? Брод вот. То есть здесь вообще никак не пройти. Получается, вот сюда можно заходить. Да? И че, ломиться толпой? Не, ну в принципе, толпой ломиться меня тоже устраивает, потому что как бы у меня преимущество по толпе, так скажем. Это жеваный крот. Вот. Да пусти. Поехали. Да, и кстати, стены на гору у него почему-то там. Давай-ка я подъезжаю вот сюда. Да что ты там про жена? ничего-то не нанесешь. Где еще есть брод? Брод, по-моему, только здесь. Поэтому все сюда идите. А вот пока они идут, я буду расстреливать башни и это все я подрежу. В общем, не могу прицелиться никак я по башне, по второй задолбало, короче. Отправил я своих на скандинавских копейщиков собачек. Может, кстати, еще получится убить башню через залп. эти ребята до сих пор не дошли. Так, бегут собаки. Может, собаки, кстати, захватят башню. Тоже такое может быть. она загорелась нормально. Так, тогда подвожу лучников, потому что там лучников вообще никаких нету у них. Да-да-да-да. Так, а ты что прибежал? Мне бы там конину застрелов там выцепить. Не знаю, где они. А, вот они. Не видать. О, нормально. Туда застреливаем. Ладно, стрелять куда-нибудь сюда. Подрежу. Увожу их отсюда, чтобы не мешались больше. Надеюсь, у вас по пути какие-нибудь башни не расстреляют. Лучники мои продолжают настреливать в толпу. Собаки даже еще не все умерли, насколько я вижу. Продолжаем. Я, кстати, попадаю случайно. Ну, здесь вот кони стоят, я знаю, я по ним попадаю, потому что стреляю по копейщикам, попадаю по коням в том числе. Собак тоже уведу, чтобы не мешали мне. Кто по коням стреляет? По коням, не по коням. по лучникам стреляют, блин, пилу накидают. Бобошечка. Тоже выходи отсюда. Ты выкидывай все, что осталось и тоже выходи. ну и в атаку. Взял только бронированных, поменьше потерь. А, еще одного забыл, да? Ну, пофиг. Их так много здесь. Сейчас группа скандинавских воинов выкинет по мне остатки. Хорошо, что геты забрали это все дело. На самом-то деле. Такое, ну, такие же абсолютно постройки у них все дела. Давай, теперь ты подходи со своим неистовством. Мне кажется, все нормально будет. Тут Берсерки, да, еще? Угу. Бегу скандинавские топорники с своими длинными топорами. Мочи берсерков. Поехали. Ну-ка, сверху посмотрим, как там. Не видать? да, блин. О. Вот такое себе. все-таки, все-таки это тоже викинги. Все-таки это тоже викинги. Берсерки намного нарезали. давай посмотрим, чем это все закончится. У них еще остался отряд скандинавский военачальник. Это, видимо, губернатор. Они никак не смирятся с поражением. Они снова идут в бой. Кто это еще может быть? Давай, дохни, скандинавские копейщики. Есть. Кроме тебя, ты уже отходи. Топорики. У него посочится бы обойти это дело. А он течет просто как сучка. Моментально. Вот. И я, наверное, разрушать не буду, потому что смысл. Там все постройки мои я просто захвачу мирно. Плюс еще получу восстановление. Сколько у них берсерки... А, у них скандинавские войны больше убили. Ну, они лучников постреляли, наверное, этими пиломами своими или чего у них там. просто оккупировать. Мирным образом. У меня влияние еще получает, да, наш полканоид Хумблича. А, Хумбли на майордоме. Все правильно, да. Флоки на Дуксе, Рагнер на Судье, Ингемар тоже на Судье. Все ровно. Так, а ты пока бомж. Ничего, справишься. Сразу переехал в хоромы, так сказать. Ну, тут совсем чуть-чуть стоит перестать, ну, починка. Поэтому я все это делаю сразу с включением. Моментальненько. РКК становится на полшишечки ближе и в лагерь. Вот так. Хорош. Могу ли я здесь нанять кого-нибудь? Нет. Очень хорошее здание, как раз то, которое я хотел. То есть, вот, песня. Пищи минус 50, да, я знаю, но и в то же время пищи плюс 46, поэтому нормально. Когда пойдет, восстановится порядок, пойдет рост, здесь еще одна ячейка будет, там все будет хорошо. Может быть, даже еще ячейка будет, но вряд ли. Но вдруг. Я не помню просто. Вот я не знаю, что в Карине, и вполне, вполне возможно, что там армии. Это у нас Эпданы, да? Ж. Да. Мирного договора они не хотят. Они, кстати, девятые, я восьмой по рейтингу по силе. Ну, такое. Так, девять. Семь ходов торп построится. Можно еще здесь поставить рыбные причалы, там, чтобы совсем пищи много было, потому что мне нужна пища. Поехали дальше. Кто бы сомневался в восстании Верхнебритании, плетительская обструкция, лотар, хумбли, что? Да. И воршанс романского агента на успех минус 10%. Хорошо. Налет. Ну, это восставшие, да? Ага. Западноримские мятежники. Несезонное хорошее лето в Скандии. Это что значит? Это значит, что я рост получаю, который мне не нужен. Ну, ладно. Юты. Новая религия латинское христианство. Предыдущее германское изышество. Это почему? Это потому, что я выгнал их из Британии выгнал их из Канзы. И вот они здесь тусят. Кстати говоря, кровавые лебеди это у нас грузовые суда. Они на море. Видите, значок стоит. Ротамак. Много ли у тебя гарнизона? Немного. Но вот это неприятная хрень. Неприятная, да. То есть, если я еще могу попробовать черными парусами проатаковать вот эту вот штуку в принципе, то... Да и даже я, наверное, победу могу одержать. Военная верфь тут ни хераси. Вот. То, блин, вот из-за этой фигни я могу получить достаточно много повреждений, что бы я не хотел. будь у меня полный стек, я бы, конечно, разнес бы их вообще в какашку просто. прикиньте, черные паруса полный стек, еще пяток дракаров больших. Хух. Это все, это трупешники сразу. Так, что с вами делать, а? Могу коневодство улучшить обязательно. Улучшаю. Здесь Ивар получает очередной навык. Я не против. Ну, давай нападение на отряд. Слава, запугивание, хитрость, тактика. Вот, изнурение армии. Сюда надо идти. Полезный навык. Что такое? И Хо... Хогунур. Здесь тоже все, поэтому вот так. блин, катафракты. Жесть какая. Уже довольно сильные войска мятежников. То есть не рекомендуется в одиночку нападать, если не хотите много потерь. Да-да, я знал, что он убежит, поэтому протоковал сначала этим. Только не потеряй нагор, я тебя умоляю. Не потеряй а нагор. Окей. Мне просто не хочется вот эти армии, вот эти битвы тупые проводить вручную. Вообще лениво. Блядь, а ты сука угораешь, серьезно. Со сраными мятежниками потерять второго ранга боевых псов. Сейчас придется заново их нанимать. Благо я подчинился, по-моему, здесь можно нанимать, да? Да. Херту чего можно нанимать? Почему я не могу псов нанимать? Потому что первого уровня, по-моему, да? Псов я могу нанимать только со второго уровня. Минус 12 ландиней. Сука. Так, плавильня железа, это классно, конечно. Че, надо налоги снижать. В смысле, пора бы уже. Налоговая ставка 127 сразу стала. Здесь и плюс 9 порядок, да? А если я сделаю, ну, чуточку повыше, 3 порядок, ну, вот так нормально. Так нормально. Порядок троечка. Здесь вообще 24, блин. здесь у них немереное количество этих, как они называются, художников всяких. РКК получает очередной уровень. Класс. Это мне надо воровскую серебрость идти, поэтому тут без вариантов. кто-нибудь хочет. Все на должностях стоят. А на старейшину не очень. Что-то тут уже, ну, тут уже сыновья, смотри, 9 лет, 8 лет, уже не сдохнут, скорее всего. Так, уберите трупешники, пожалуйста. Да. хорош вообще. Санитарных построек еще минус 10 у меня. Ну, мне сейчас не надо строить здесь ничего. Так как у меня здесь 24 порядка, то я, в принципе, могу начать сносить вот это дело. Да. Мне здесь нужна совсем другая постройка. Ну, в принципе, она мне не нужна, мне нужно, чтобы этой постройки здесь не было. так скажем. Я потом в другом месте поставлю черток вождя. Почему мне не хватает денег, да? Кстати, у кого-то была такая штука-плюха прикольная, которая позволяет строить порты всякие, короче. для пеших отрядов тра-та-та, тра-та-та, бывалый моряк, это все не то. Хм. Для военных построек, для военных построек. Я что-то короче не такое-то смотрю, что-ли? Наверное. Налоговая ставка это провинция. Здорово, наверное. Что мне там по налоговой ставке в сканди у меня очень хорошая налоговая ставка. Можно еще снизить здесь порядок. Когда вот это уберется 10 порядка, уйдет. Давай-ка налоговую ставку здесь повысим. За счет того, что я уберу художника и поставлю евнуха. Вот. Угу. А че нет. Очки действия кончились. То есть уже порядок пойдет вверх. В принципе везде все устраивает меня за исключением того, что я потерял блин собак. Ск. Нет, собак должно быть три. Вообще без вариантов. Потому что блин тяжело без собак. они помогают. Так, флоки закончил быть туксом. Так, новое задание. Постройте санитарию. Осталось семь ходов. Слушай, ну давай построим. Как бы тысячу вернут мне, а че? Все равно я здесь собирался строить санитарию, правильно? Да, черток вождя снесено. Продолжаем это дело сносить, потому что мне здесь другие постройки нужны. Точнее, ну короче, вы поняли. повышен ранг кого? Че, повышен ранг? А, губернатора, видимо. Да. Повышен ранг губернатора. Можно авторитет ему повысить. Так, давай повысим авторитет. Это порядок добавит сразу же. Ну и рвение получается. Да. Половильня железа, кстати говоря, тоже прикольная штука. Что мне нужно будет? Стоимость найма сухопутных войск я буду снижать здесь, потому что отсюда ближе тащить, чем из сканзы, правильно? То есть сканза это хорошо, но оно такое себе, да? А вот здесь можно нанимать каких войск, кстати, сухопутных? Да. То есть сканзи можно делать корабли. Там как бы у меня военный порт, я больше нигде военных портов делать не буду. А здесь можно стоимость найма сухопутных войск. Богатство производственных построек. Ну это фигня на самом деле, богатство производственных построек. О! Большая литейная. Вот, вот сюда можно идти. Классная штука, но попозже. Сейчас, наверное, мне-то не пригодится. Кстати, пришли франки толпой. У меня есть один наемный германский пикинер, да? У меня нету никаких зараза. никаких, как она называется, собак. У меня уже грабит, падла такая. Я думаю, что я не буду на этот ход его атаковать всякими наемниками. Я думаю, саксы, каледонцы, ради бога. Я думаю, что сейчас я наймусь немножечко и там уже с ним разберемся. Давай, что мне нужно? я вижу, по крайней мере, что мне нужны пикинеры, чтобы разобраться с этой херней, а мне нужны собаки, чтобы разобраться с этой херней. Со всей остальной фигней разберутся мои топорники. Давай тогда так. Топорная армия, это у меня будет топорная армия, естественно. Нужны ли мне версерки? У них много? У них, по-моему, у них нету здесь этого пиломов никаких, походу. Вот здесь есть пиломы. Вот здесь наемные францкие топорники. Францкие. Вон, все лирика, короче. Вот так и тинь-ти-ти-ти-ти собаки. Угу. Все. Вот. И дальше я домайнаюсь наемниками, конями. У меня же кони есть тут в наемниках. Да, всякие разные кони есть. На следующий ход проведу атаку. Если, конечно, они меня сейчас не проатакуют. Но я думаю, что они меня не проатакуют, они не больные, потому что им не вариант вообще здесь. Или вариант. Или вариант. Подожди. Вот хаффом. Здесь есть застрелы, есть чуть-чуть коней, есть скандинавские копейщики, есть шнека. Слушай, нет, им вариант вполне. Давай-ка сейчас коней нанимать. Берем коней сейчас, если он на меня и вот это вот берем. если он проатакует, то у меня будут очень хорошие шансы. То есть у меня будет 4 отряда плюс вот это. Вот. Ну и на следующий ход я смогу его запереть и добить, грубо говоря, все, что убежит. У меня по-прежнему плюс идет. Сюда он точно не... Алабу ему не взять никогда. Просто ну никак. Вот. С этим разобрались. Далее смотрим. Секунду. Да, снос идет, Далее Лондиний. Здесь у меня 5 ходов. Здесь секунду. Какие-то звонки непонятные. Здесь надо атаковать, но у меня покоцанная армия. Непонятно что там. Давай посмотрим что там. Там пусто. а дальше никого точно ладно у Лондинии есть гарнизон но так себе а если сейчас из Линда кто-нибудь выскочит так иди сюда о рует так Британия нихера себе куча копий да комлодунами наверное побольше нет тут вообще капец ничего нет сверной Одину убирать ни в коем случае нельзя А Карине о нифига он третьего уровня слушай о ясно короче сидим на жопе ровно пока что ну не то чтобы прямо вот блин ну мне нужны либо лучники либо собаки либо что-нибудь но иначе будет очень много потерь много потерь это чревато другими траблами окей какие я могу наемников взять таких же ни о чемных наемников я могу взять ни собак ни лучников тут нету короче давай посидим еще немножечко сколько стоит ландини достроить 5 ходов 5 400 блин а что так дорого то жизнь какая-то лучников мне хватит не псы не подумать в общем ну нафиг короче говоря потому что как бы ладно там я отобьюсь не отобьюсь это как бы вопрос а защищать-то мне его надо чем-то как-то у меня здесь с порядком еще проблемы поэтому не стоит мне сейчас атаку проводить вот ничего страшного короче поехали смотрим дальше может быть сейчас франки нападут может нет так сейчас франки будут ходить что-то они вообще ничего не сделали окей я сам на них нападу задание выполнено мне дали тысячу прекрасненько карьерный вопрос что занял должность асбьер назначение дружинника куда иди дорогу молодым блин я же спрашивал кто хочет не майор там у нас есть флоки на дуксы иди пожалуйста вот так что-то они вообще не это ничего не сделали просто у меня тут уже дикие кабаны готовы практически можно еще нанять наемников и грубо говоря идти ему наваливать по самой не балуйся продолжаю снос этой постройки оууу 5400 да ты че сколько у меня остается тысяча да кстати я тоже получу повреждение так-то по-хорошему нехилые давай-ка у меня 500 вход да получается 262 нормально хватит мне как раз кстати без канин это плохо у меня есть канина я ее нанял наемную канину поэтому нормально пускай не получит повреждение от зимы я еще немножечко подкачаю армию свою и там уже разберемся хотят грабить грабьте а я здесь малый город ставлю сколько пищи секунду давай посмотрим проверим у меня 59 пищи в Верхней Британии минус 35 торп ничего не берет да пища по-моему нет ну хорошо короче мне хватает 500 монет остается сидим пока поправляем порядок поправляем самочувствие вряд ли на меня кто-то нападет эти кстати куда-то стеку вели целый сколько у этих уютов гетов я убил два поселения вот собственно они и есть я вообще какой девятый по силе против меня Британия воюет рядышком седьмая по силе то есть у них где-то здесь армии бродят злые я так понимаю ох ох маршуля да нехило что я могу сказать ну понятно они короче стремаются потому что они знают что если я нападу я заберу поселение поэтому они берегут армии и все забились в угол дрожат это что пикты грузовые суда брикко ну пикты по-моему со мной не воюешь правильно там не было написано что это враждебная армия вообще они меня не любят даже не буду смотреть почему окей поехали дальше понисхода гля-гля гля-гля-гля это атака это атака это даже не не осада какая-нибудь вонючая это чисто натуральная атака у меня раз два три четыре пять топорников у меня есть копья у меня у меня есть скандинавские воины у меня есть разбойник у меня есть даже корабли так ну коней у меня конечно мало вот это да то есть вот на всех вот этих вот ублюдков стреляющих у меня всего один отряд коней куча ударной конницы и еще конные разбойники да ну в принципе в принципе я думаю что все будет хорошо король долбанный короче я его разобью я думаю а потом добью потому что я не знаю я не могу это проиграть просто нет не могу нет никак нет в общем я даже не стал особо мудрствовать потому что не уверен я как он себя поведет этот болбес я имею ввиду искусственный интеллект электронный болван поэтому обхожу кониной своей вообще вокруг 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 здесь сейчас конечно больше всего меня лучники будут доставать я постараюсь чтобы баррикада моя держалась как можно дольше для этого я буду так все что будет подходить я буду расстреливать единственное что моих стрелков могут расстрелять вот у них раз два три четыре сука отряда гребаных стрелков проходы я закрыл здесь копьями и стеной топорников основное вместе с своим начальником прямо я его здесь поставил а что у него тоже хороший хорошая стойкость у всех я отключил здесь стрельбу без приказа чтобы они в спину не настреливали своим это мой резервный отряд чтобы он свеженький подошел если что ну вот как-то так коньячки давайте оббегайте оббегайте прямо вот оббегайте вышка настреливает хорош блин сейчас конечно стрелки начнут очень сильно меня насиловать но ничего я думаю что мы квиты будем мне главное чтобы конина сейчас ввязалась чтобы она начала обходить чтобы она начала ввязаться тогда я смогу безнаказанных стрелков убивать этого не случится если конина будет свободно накидывай не конечно очень сильно потеряют много народу от моих застрелов башня рухнула кони пока не думают да никуда идти враги прорывают нашу баррикаду давайте твари выкидывайте сводите так все конина вроде вроде занята один отряд остался без снаряжения очень хорошо ложатся просто вообще в одну калитку баррикада все еще живая клади фарамунда это фарамунд собственно персоной обалдеть и сейчас я лучников начну тоже насиловать терпит поражение отряд давайте помогите ребятки я понимаю вы бомжи но помогите сейчас у них еще полководец умрет ты убил отлично а че а сломали баррикаду сука они напали на полководца да блин наши же такие толстые то сюда накидывай ну какая жесть я просрал конницу бесплатно блин сам сам себя подбодри просто недоконтролил тут можно было вообще разрулить и конницу не потерять и убить всех стрелков я отвлекся на вот это все дерьмо да кстати у меня же есть еще вот эти ребята я про них вообще забыл я даже их не расставлял где ты можешь высадиться вообще непонятно здесь нигде что ли не а вот здесь можно все кони мои застрелены но это чисто мой косяк ну че с этим не сделаешь давай господя да успокойтесь вы никуда не стреляйте а все вы начальника убили да идите погоняйте этих лучников у них дохрена что-то снарядов непонятно какого черта ну давай люди сломлены и пытаются спастись бегством думаю без вариантов уже ничего они не сделают даже несмотря на то что я коней потерял смотри как они расстреливают жестко вообще никто добежать не может до германских стрелков окей гоняйте всю эту конь все может спину успею зайти давай уже быстренько добивать надо все это антрусион или как там вас звать ужас название да-да по моему полковозу херачит конечно бегом все попробую кого-нибудь догнать конечно но сами понимаете без коней нереально встретимся на глобале ну как я и говорил у них шансов просто не было можно было сыграть гораздо лучше на самом деле потерять в два раза меньше но сойдет для сельской местности тяжелая победа нормально флот вообще не участвовал ах ну и добьем их наверное на следующий на мой ход так сказать фарамунд погиб в битве у меня минус 800 блин монет потому что эти твари мне покоцали флоки указ покоцали мне постройки естественно суки и мне теперь че чениться не на что что ли получается 124 ну да как бы не очень не очень есть на что так скажем я повышу обратно налоги блин просто ну че остается то делать вот и эти твари наняли наемников немерено да опять сука так ты у нас что делаешь стоимость строительства уменьшаешь а у меня что 500 монет есть что ли да офигеть ладно я не хочу мне не надо зачем мне помехи армии делать я хочу просто посмотреть что тут они наняли наемников с анаграми наняли скандинавских воинов ёперники бастос ооо ладно ну стрелков понятное дело с этим то мы разберемся здесь какая то непонятная хрень ну ну понятно короче говоря да гейт у меня есть 500 монет я могу взять одного наемника какого нибудь или двух даже так и так так хитрости добавил уничтожить их нафиг я думаю что все будет хорошо нападать наверное буду дикими кабанами у меня тут три пикинера в принципе этого хватит чтобы защититься от конины у меня тут две конины я еще одну возьму минус 69 мне хватает лучников нет совсем вот совсем нет лучников нужны ли мне лучники давай так хрен его знает наверное не сильно нужны сберемся 10 из 20 8 из 20 мне только нужно напасть на них как-то это так чтобы с одной стороны блин это получится херня так если я их обойду это получится что они вот так я их могу проатаковать вообще да могу ну так он никуда не убежал вот поэтому я думаю это будет последняя битва франков покоцанная армия у меня все свеженькое нет у меня 2 200 у него просто две то есть у меня даже преимущество по количеству да у него конечно конница злющая но у меня есть пики вот я думаю что я пики прямо в топоры поставлю и он свою конницу никак не реализует главное своих не подставлять но эту битву я уже в следующий раз сделаю поэтому всем спасибо кто смотрел это был код это атила тоталуар легендарный уровень сложности за даннов полстека без поражений всем пока лайк, подписка все дела субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok